Здравствуйте, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей, на сей раз мы с Сергеем Анатольевичем вещаем уже не с Европы, то есть мы из командировки вернулись, были в такой затяжной продолжительной командировке в Словакии, в Европе, установили очень много полезных контактов с Виктором Бабуриным, были проведены переговоры с техническим Словацким университетом, также с министром транспорта Словакии и многое-многое другое, о чем, дамы и господа, дорогие друзья, мы поведаем вам на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну и по традиции, пока мы ведем вводные технико-экономические вебинары, далее, как мы обещали, мы запишем вебинары, будем либо сводить на нет, либо включать записи, просто комментировать, потому что, в принципе, на технико-экономических вводных вебинарах мы говорим одно и то же, но разными словами. И для того, чтобы понимать, в который раз вы присутствуете на вебинаре, ответьте, пожалуйста, на опросник, для нас это очень важно, для понимания, сколько людей присутствует на вводном технико-экономическом вебинаре. Те люди, кто присутствует в первый раз и вдруг не умеют проголосовать, проголосовать, поставьте, пожалуйста, циферку 0, либо 1 в чате, нажмите Enter, и это, собственно, будет говорить о том, что вы присутствуете в первый раз. И если у нас сейчас новичков не будет, то, собственно, мы продолжим уже по новостям, я думаю, сразу, несмотря на то, что это вводные технико-экономические вебинары. Дорогие друзья, если кто-то есть новичок, присутствует на вебинаре, вот второй, третий раз, если кто-то второй раз хотя бы присутствует на вебинаре, народу сегодня на вводном технико-экономическом вебинаре не так много, то есть 54 человека, бывает иногда по 100, бывает больше на вводном технико-экономическом вебинаре, на расширенном, нас присоединяется еще больше. Пожалуйста, дорогие друзья, давайте проголосуем. Вот присутствует один новичок, я думаю, что новичков присутствует еще больше, просто не умеют голосовать, либо не голосуют вообще. Ну, а я, собственно, перейду к презентации по проекту Skyway для понимания, в первую очередь, новичков, что такое проект Skyway, максимально простыми словами, без заумных фраз, без глубоких технических аспектов, моментов, мы расскажем, что такое проект Skyway и почему мы считаем, что проект Skyway будет во всех странах, и 99% людей действительно следует узнать, хотя бы быть в курсе об этом проекте, потому что это возможность, которая бывает раз в сто лет, дорогие друзья, и такой возможности, ну, буквально уже через некоторое время инвестицию в данную технологию, именно с той венчурной премии, с которой мы на сегодняшний день имеем, будет уже либо очень-очень сложно получить, либо фактически невозможно. Технология Skyway, дорогие друзья, это то, что ожидает на самом деле на сегодняшний день каждый в мире, осознанно, либо неосознанно, но все желают перемещаться из точки А в точку Б максимально безопасно и быстро. И точно так же, как, собственно, пользуясь интернет, мы получаем из любой точки мира любую информацию, просто используя сеть Wi-Fi, используя различные типы сигналов, входя в сеть интернет, мы получаем доступ к любой информации в любой точке мира. И если интернет – это основа кремниевых технологий, это хай-тек технологии, то Skyway, струнная технология – это основа уже сети Transnet, сеть Transnet будет следовать, на наш взгляд, за интернет и будет являться мировой транспортной, энергетической, коммуникационной, социальной и даже сейчас подводится к тому, что, возможно, и социальной сетью ближайшего будущего. И все это основано, естественно, на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого. Сегодня, дорогие друзья, передается действительно информация фактически за мгновение. И я всегда привожу такой пример, как буквально чуть больше шести лет назад я именно дитя пятого технологического уклада, дитя смартфонов, гаджетов, ноутбуков и так далее боялся и был усомнен в безопасности совершения транзакции по онлайн-банку. То есть я боялся переводить онлайн-деньги. Это факт, дорогие друзья, и этот факт говорит о том, что время тогда еще для меня для вхождения в онлайн-переводы еще не пришло. И на сегодняшний день, почему даже те, кто слышит о нашем проекте в первый раз, сомневаются в его максимально быстрой реализации по нашим заложенным планам, то есть в 2016 году мы уже планируем выйти на демонстрацию. Осенью, именно 20-20-23 сентября, будет продемонстрирован подвижной состав один к одному. И, соответственно, также осенью, как я уже сказал, будет демонстрация. Далее сертификация, то есть это все поэтапно запланировано и сейчас идет строго по графику. Но все началось, дорогие друзья, еще в далеких 70-х годах. В 77-м году Анатолий Эдуардович Юницкий придумал такую очень сложную систему, которая многим казалась в то время неизбыточной, сегодня кажется неизбыточной. Мы остановимся буквально вкратце, чтобы вы понимали, за счет чего был создан струнный транспорт, и за счет чего была произведена оптимизация, максимальное удешевление конструкции. Это как раз-таки общепланетное транспортное средство ОТС. ОТС – это совершенно масштабное, мирового значения в потенциале своем транспортное средство, которое будет подниматься, расширяясь, менее чем на полтора процента. И, соответственно, будет располагаться по всей длине экватора, это 40 тысяч километров. За счет раскрутки линейного двигателя, маховика линейного электродвигателя, соответственно, будет создаваться магнитное поле, и за счет действия центробежных сил будет осуществляться поднятие всей этой конструкции, естественно, с расширением. То есть это буквально вкратце, это было еще описано в 70-х годах, в 88-м году была международная конференция по неракетному освоению космоса в Республике Беларусь, еще тогда СССР, и тогда Анатолий Туартович уже показал, каким образом можно вывести промышленность в открытый космос. Но, естественно, никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады, поэтому, максимально оптимизируя данное общепланетное транспортное средство, Анатолий Туартович перешел к выводу, что, собственно, возможно и более реально создать максимально эффективный, безопасный экологичный транспорт, что появилась концепция струнного транспорта, то есть за счет чего произошла оптимизация, максимально были убраны материалы затраты, затраты металлоконструкции при строительстве, и бирельсовая система с минимальным дорожным полотном, так скажем, и отсутствием экрана, так как находится на втором уровне, была создана и введена в виде концепции. Это было первое поколение технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. В 2000-х годах проект претерпел значительные, очень серьезные изменения, так как к проекту присоединился лебедь Александр Иванович с подачей информации сибиряком Сергеем Анатольевичем, и Сергей Анатольевич сегодня расскажет уже с высоты действительно большого опыта, фактически птичьего полета, если смотреть в разрезе развития Skyway, расскажет свою историю, каким образом он вошел в проект и каким образом сейчас видит развитие проекта, на каком мы этапе находимся, насколько реально достижимы те результаты по капитализации технологии, по развитию адресных проектов, насколько она востребована. И, собственно, в самолете произошла беседа, Сергей Анатольевич рассказал, каким образом вывести Россию на лидирующие позиции и увеличить ВВП в 3-4 раза, менее чем за 5 лет. Естественно, лебедь Александр Иванович был значительно поражен, и буквально через несколько недель был выделен первый финансовый транш, и осуществилось финансирование в первых этапах полигона в городе Озера Московской области. Вот этот ЗИЛ, который вы видите на слайде, являлся подвижной лабораторией и осуществлял испытания, в первую очередь, струнной путевой структуры, то есть струнной технологии второго поколения, струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. И с 2001 по 2009 год вся эта конструкция существовала, и были проведены многочисленные испытания, в том числе была специально образована наледь на путевой структуре, чтобы показать, что лед будет разрублен с помощью пары колесо и сталь. И, соответственно, действительно, огромный потенциал, огромные перспективы ощущались на тот момент, но время еще не пришло. Потому что, несмотря на то, что через неделю после Госсовета России было запланировано выделить в районе одного миллиарда рублей, по неизвестным причинам, неустановленными лицами, этот полигон, а именно поэтому и называется полигон, и не просто тестовый участок, потому что такие боевые действия претерпел, тестовый участок, и он был разрушен полностью под ноль неизвестными лицами. Но это, дамы и господа, не остановило проект, это только дало еще больше толчок, потому что Анатолий Эдуардович Веницкий на сегодняшний день уже фактически к 40 годам происходит развитие проекта Skyway, и в 2013 году фактически финальная попытка была предпринята по поводу финансирования, потому что многие желали финансировать проект Skyway, но желали полностью владеть всем проектом, всей интеллектуальной собственностью, что Анатолий Эдуардович Веницкий никак не мог допустить. И в 2013 году, дорогие друзья, была осуществлена и внедрена юридическая финансовая концепция народного финансирования, или если говорить иностранным словом, это краудинвестинг, то есть каждый голосует рублем за эффективность и состоятельность технологий, каждый желающий, естественно, и получает в обмен на свою инвестицию в виде переуступки, соответственно, обязательства международной корпорации Skyway, группы компаний Skyway, которые уже после выхода на рынок самой технологии и серьезной капитализации компаний превратятся уже в реальные акции, в реальные активы, которые будут приносить доход. Какой доход? Сейчас мы не имеем права прогнозировать, дорогие друзья, но если сравнивать с такими корпорациями, компаниями, как Apple, Google, Alibaba, если брать чуть-чуть именно в разрезы транспорта Siemens, TGV, лондонская Underground подземка, то прибыли могут быть достаточно неплохими. И сегодня с помощью народного финансирования, дорогие друзья, развивается городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт и также наши юрки, очень физически сильные, выносливые, юнибайки. Почему физически сильные и выносливые? Потому что это прогулочный, спортивно-экскурсионный транспорт от одного до трех людей, именно если говорить про компактный, легкий прогулочный транспорт. И, соответственно, на наш взгляд, это направление также составит одну из основ городов будущего и также плотно войдет в туристическое направление, составит концепцию действительно туризма XXI века. И что привлекает на сегодняшний день лично участников, инвесторов, помимо получения прибыли и потенциальных дивидендов? Это, естественно, огромная безопасность при перемещении, это, естественно, социальная значимость и социальная направленность самого проекта, так как люди даже с низким уровнем дохода, люди без определенного места жительства смогут пользоваться благами сети Transnet, технологии Skyway и, соответственно, быть действительно тоже в теме, в тренде, чего не скажешь о перемещении, допустим, на автомобилях, то есть люди низшего заработка не могут сегодня пользоваться подобными благами цивилизации, и это неправильно, потому что каждый человек имеет право действительно перемещаться максимально быстро и эффективно из точку А в точку Б, комфортно, и чтобы путевая структура была долговечна, не так, как происходит сегодня с железными дорогами, с автомобильными магистралями, особенно в России, когда каждый сезон ремонтируют дорогу и как бы так и заведено. Абсолютно экологичная направленность, то есть транспорт настолько экологичен, что в экотехнопарке, на тестовом участке, под путевой структурой, вблизи путевой структуры специально будут посажены и уже, собственно, завязываются плоды, яблонь, и также плодоносят груши, различные ягоды, клубника и так далее, и тому подобное. И это абсолютно экологически чистый продукт, он никак не загрязняется, не является радиоактивным, чего не скажешь, допустим, об линиях электропередач, если даже скот, который гуляет под линиями электропередачи, ест там траву, то никакое молоко от этого скота категорически нельзя брать, и на самом деле и трава является зараженной. У нас же абсолютно экологичная технология, и это действительно продукт, который будет востребован настолько сильно рынком, что даже инновационная составляющая для многих новая, но одновременно и не новая, то есть концепция транспорта второго уровня, это не абсолютно новое веяние. У нас есть конкуренты, у нас есть сподвижники, у нас есть противники, как и у любой технологии, которые на сегодняшний день выходят на рынок. Но что я могу сказать, дорогие друзья, то, что по аэродинамике, по коэффициенту аэродинамического сопротивления мы действительно впереди планеты всей, потому что коэффициент аэродинамического сопротивления был достигнут менее 0,04. То есть вдумайтесь в эту цифру, менее 0,04, это значительно серьезнее, чем спорткары, самые различные спорткары, допустим, Бугатти Верон, имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,45. Сравните. 0,45 и 0,04. Также коэффициент аэродинамического сопротивления значительно больше и превосходит также аэродинамику подвижного состава, такого, как самолет, и поэтому аптолет называется наш высокоскоростной модуль, который планируется к испытаниям в 2017 году. За счет аэродинамики мы наблюдаем очень серьезные экономии топлива, экономии материалов при строительстве и, собственно, простота действительно использования транспорта, система автоматизированного управления, если говорить на топливный эквивалент, это примерно 100 грамм топлива на пассажира. И более того, сейчас уже настолько оптимизация и улучшение технологии происходит, что еще меньше затраты топлива. Если говорить в потенциале, допустим, 50 человек, то есть это как икарус, и в переводе на потребление энергии это 20 киловатт. Дорогие друзья, это очень серьезные показатели, которые говорят о том, что технология абсолютно конкурентоспособна и действительно будет являться дешевой в строительстве, в эксплуатации по сравнению с теми технологиями, которые мы используем сегодня. И для того, чтобы у вас сложилось понимание, что такое струнная путевая структура и почему она называется предварительно напряженной, растянутой, закрепленной, можно привести пример с резаной бумагой. То есть, когда мы напрягаем, допустим, конструкцию, вот, к примеру, провод, представим, что это бумага, я ее напряг. Я могу положить любую конструкцию, ручку, мобильник, и если ее напряг и закрепил, держу, то данная конструкция не рухнет. Но, как только я ее ослаблю, естественно, все будет разрушено. Именно поэтому при наводнениях многие конструкции разрушаются, пальмы как стоят, так и стоят, ничего с ними не происходит. И, что очень важно, путевая структура SkyWay будет абсолютно легкой, ажурной, несмотря на то, что она может быть многоуровневой. Также подразумеваются очень высокие скорости, то есть сверхскорости и свыше привычных для нас сегодня для автомобиля 150-160 км в час. То есть это действительно потенциальная замена среднемагистральной и даже в ближайшей перспективе дальнемагистральной авиации. Но самое главное, дорогие друзья, это то, что у нас сегодня действительно не просто идут вебинары, не просто идут новости по заключению контрактов, договоров, как, допустим, у наших также не то, что конкурентов, но именно корпораций, компаний, которые также реализуют, самореализуются в области транспорта второго уровня. Например, Hyperloop, и о них более подробно, о нюансах их развития и о крайних новостях обязательно расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но, соответственно, у них была проведена псевдодемонстрация в недавнем времени. У нас же будет полноценная демонстрация по планам осенью 2016 года. И сегодня действительно уже вовсю ведется строительство, дорогие друзья. Это самое главное доказательство, что на сегодняшний день мы с вами имеем. То есть, это строительство, это непосредственно реализация той технологии, которую мы задумали, концепция, которая действительно осуществляется. И вот, пожалуйста, от 22 июня вы видите, насколько уже фактически завершена первая анкерная опора. И также у легкой трассы анкерные опоры уже возводятся. Вторая анкерная опора у городской пассажирской трассы также сейчас абсолютно по срокам строится. Все это происходит, дорогие друзья, благодаря стабильному финансированию и благодаря применению системы краудинвестинга и народного финансирования. Попросту говоря, ничего другого невозможно было предположить для стабильного развития и роста потенциала нашей компании и, естественно, строительства. Потому что сейчас нужно в первую очередь все построить, продемонстрировать и уже мы формируем сеть адресных проектов, чтобы уже при демонстрации выйти не с пустыми руками, но с конкретными результатами, с конкретными договоренностями, с конкретными потенциальными заказчиками. И, собственно, какие переговоры проходят, мы более подробно расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но одно я могу сказать, что, да, действительно, результат говорит о том, что концепция развития с помощью народного финансирования была выбрана более чем правильно. Взгляните на август, когда еще было буквально чистое поле, так скажем, был бурьян, что произошло в октябре, то есть уже фундаментное основание появились, первые анкерные опоры, первые испытания подвижного состава в сентябре 2015-го в модели 1 к 10 были произведены. Зимой уже были установлены промежуточные 19 опор городской пассажирской трассы и высокоскоростной, то есть на двух уровнях будет находиться трассы. В апреле уже фактически достроена была первая анкерная опора, совмещенная с транспортно-логистическим узлом и так далее и тому подобное. И сейчас ведется действительно параллельно строительство как легкой прогулочной трассы, так и городской пассажирской, совмещенной с высокоскоростной трассой. Это главный результат действительно, дорогие друзья, который был по праву оценен нашими австралийскими коллегами, которые в конце июня посещали Экотехнопарк уже во второй раз. Если первый раз они посещали, когда фактически только возводилась первая анкерная опора, сейчас они были поражены и очень серьезная проектная организация также посещала, которая занимается сейчас в том числе возведением одного из самых, не одного из самых, а вообще самого крупного небоскреба в Дубае, то есть в Арабских Эмиратах, серьезнее по высоте, чем Бурж-Калифа, на сегодняшний день самая высокая башня. То есть это проектировщики, это строители действительно очень серьезного уровня и с такими компаниями ведется сотрудничество на данный момент. Я не говорю уже про заключение экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации об инновационности произошло заключение 11 февраля 2016 года, 25 марта о перспективности применения и рекомендованности в разраде к рассмотрению технологий уже после демонстрации и собственно действительно в России также возможны технологии к развитию, но то, что сейчас мы оцениваем, то, что сейчас происходит, потенциал и заинтересованность применения технологии действительно наблюдается во всем мире, начиная с развития с прошлого года активного, именно о чем мы с Сергеем Анатольевичем в курсе про адресные проекты и продолжая с сегодняшним годом нашей недавней поездкой в ту же Словакию и сколько еще таких поездок будет, самое интересное, что, дорогие друзья, до 2016 года действительно еще немоверное количество времени осталось, именно говоря о том, что год в Skyway стоит 10 лет в развитии любого, допустим, стартапа, любой технологической компании и в жизни вообще любого человека, который участвует в развитии Skyway, потому что очень много событий происходит и интерес к проекту вознаграждается на сегодняшний день, просто регистрация, просто наблюдение, просто участие даже без инвестиций минимальным пакетом обязательств Skyway, которые в будущем, как я уже говорил, станут уже реальным пакетом акций и это также, дорогие друзья, не бесконечно, это также прекратится, как и прекратится время очень серьезных и привлекательных дисконтов, премию, венчурных премий за ваш риск участия в сегодняшней технологии, но риски, которые были еще в 2013 году, в 2014 году, когда не было сформировано научно-производственное конструкторское предприятие, когда единственным сотрудником первым научно-производственного конструкторского предприятия зао-струнной технологии был Анатолий Эдуард Чуницкий, не было более 150 сотрудников, инженеров, конструкторов различных категорий, не было более 13 КБ, всего этого, дамы и господа, в 2013 действительно мы не могли наблюдать, поэтому максимальные риски тогда были, максимальная венчурная премия, то есть дисконт, и за одну и ту же сумму сегодня мы получаем уже несколько меньше пакет обязательств, чем мы могли получить в 2014 году, и также по мере развития этапов будет уменьшаться дискаунт, и это абсолютно логично и закономерно, потому что компания выходит на новые рубежи и уровни, приобретает новых партнеров, заинтересованных в капитализации компании, заинтересованных в строительстве адресных проектов, и соответственно технология становится максимально очевидной и за ваш риск вы получаете чуть меньшую прибыль, чем это было в начале. Но пока мы не говорим о возможности закрытия финансирования корневую технологию. Что такое корневая технология? Многие думают, что это мы пускаем некие корни куда-то. Нет, это головная компания, и самым выгодным, дорогие друзья, является инвестиция на сегодняшний день в головную компанию. Но для того, чтобы понять, насколько изменился мир, уже подытоживая свое выступление, свой монолог, я приведу вам очень простой пример. То есть 98-й год, два правила не знакомьтесь с людьми по интернету, не садитесь к незнакомым людям в автомобиль, и 2016-й год, мы знакомимся с людьми по интернету, чтобы сесть к ним в автомобиль. Это уже сервис Uber, и это показывает действительно, как изменился, как кардинально изменился мир на сегодняшний день, и каким образом он изменится с приходом технологии Skyway. Нам остается только догадываться, но уже планы, прогнозы, некоторые футурологические такие концепции и взгляды мы строим и имеем право строить, так как основой, базисом является технология Skyway. Это та технология, которая, на наш взгляд, сформирует шестой технологический уклад. Это новый технологический уклад, который последует за компьютерами современными, планшетами, микропроцессорами и так далее. Все то, чем на сегодняшний день мы пользуемся каждый день, и что прочно вошло в наш привычный образ жизни и комфортное сосуществование с другими людьми и с техникой, которая нас окружает буквально повсюду. Сергей Анатольевич Друзья, добрый день, добрый вечер. Как видно, как слышно меня? Дайте обратную связь. отлично. Мы сегодня с Алексеем более-менее в спокойных условиях работаем. Этот марафон, который мы проводили в эти две недели, это, конечно, была осознанная работа, потому что ответственность, которая сегодня есть перед инвест-проводящей системой, перед нашей командой, она как раз направлена именно на то, чтобы не снизить финансирование по экотехнопаркам при подготовке к сентябрьской мировой презентации, к октябрьской демонстрации технологии. И сейчас я вам могу сказать, уже более сорока делегаций и планирую приехать на демонстрацию в экотехнопарк. Я за это время командировок договорился лично с руководителем Министерства транспорта Казани и Торгово-помышленной палаты, которые пошлют обязательно делегацию официально на встрече с министром транспорта Словакии, презентацию которую проводил Виктор Бабурин, мы также договорились о том, что министр транспорта также пришлет официальных представителей на экотехнопарк. Соответственно, это вот только вот что за эти дни. Также потом еще ряд тех новостей последних, которые мы будем говорить в следующей части вебинара. А сейчас можно однозначно четко говорить, что ответственность на всех лежит большая, особенно конечно она ощущается и это видно Анатолия Дуаровича Юницкого, потому что это реальный такой вход в мировую прежде всего транспортную элиту, когда действительно начинают рассматривать как именно лидеров с точки зрения дальнейшего развития транспортной отрасли. и это несет за собой как ряд положительных моментов, как возникают новые партнеры, новые контакты, новые заказы, вот так и ряд уже конкурирующих скажем так действий, потому что те, кто работают в этой же отрасли, но с другими технологиями, начинают на это смотреть уже более так пристально и с точки зрения уже построения бизнеса не так доброжелательно, как до этого. но это, друзья, все снимается, все решается одним действием, друзья, это демонстрации строительства. И сегодня, как Алексей уже сказал, мы хоть и для новичков проводим, но все мы понимаем, что пока мы ездим, пока мы с вами общаемся, пока мы разговариваем с новичками, в этот момент идет три смены 24 часа в сутки, 7 дней в неделю строительство в экотехнопарке. И это, друзья, основной результат трехлетия проекта, который будет отмечаться, вот 16 октября была зарегистрирована первая компания «Евразиян Рейл Скайвей Системс», которая была потом реорганизована в компанию, в которой сегодня есть обязательства. Это начало краудинвестинга, это начало работы той команды, которая сегодня представляет проект и представляет результат. Это новый этап развития Скайвея, и сегодня можно констатировать, что проект активно развивается и семимильными шагами идет. И, друзья, то, что он семимильными шагами, это даже нет никаких сомнений, потому что просто перечисляя эти новости за неделю, которые сейчас происходят, это, друзья, возникает и значимость, и важность того, что мы с вами делаем. За прошлую неделю мы с Алексеем ввели прошлый вебинар из Братиславы, вот именно после встречи с технологическим университетом, и у нас очень интересно сложилась прошлая среда, когда мы утром съездили на работу, провели очень серьезные встречи в технологическом университете, именно в департаменте градостроительства и строительства, которые отвечают за инфраструктуру, и мы интересно увидели, что наука и технические университеты Европы, вот сейчас дальше у нас контакты уже будут с университетом Вены, с Будапешта, Праги, это серьезные научные центры, и вот я вам могу сказать, что Словацкий технологический университет, мы фотографии показывали по странному стечению обстоятельств, аббревиатура также СТЮ, вот, и я Антон Дарши тоже сбросил, что СТЮ заключил договор с СТЮ, это Словакский технологический университет с струнными технологиями Юницкого, СТЮ, так сказать, ну это как, просто как, просто символика, но, друзья, это все-таки символично, но очень важно. Так вот, мы увидели, что технологический университет Словакии, мало того, что все его выпускники сегодня работают практически по всей Европе, в крупнейших корпорациях, входят в правительство, то есть вот министр транспорта, с кем мы общались в этот же день, он тоже выпускник Словакского технического университета, так еще и очень важно то, что сегодня это научные центры, которые входят в комитет городостроительства и Братиславы, и Словакии, они входят во все экспертные советы крупных корпораций и делают заключение на все крупные проекты, которые предлагают корпорации, то есть это серьезнейший технический и технологический центр, научный центр. И для нас, друзья, было очень важно и очень качественно увидеть, что профессора, а мы общались с многими профессорами и с самим деканом факультета, и с основными профессорами в сфере транспорта, мы увидели заинтересованность и именно с научной точки зрения интерес к технологии. И это, друзья, общение не с какими то а-ля умниками лысыми в интернете, которые там ковыряя пальцем носу начинают давать заключение на технологии Юницкого. Это, друзья, даже не интересно, это просто мерзительно слышать, потому что когда дилетанты начинают говорить о высокопрофессиональных вещах, это звучит очень сложно. Я обычно на встречах, когда начинают сильно умствовать, я сразу в лоб задаю вопрос. А вы в радиоэлектронике что-нибудь понимаете? Особенно в пьезоэффекте и особенно в сверхпроводимости полупроводников. Так вот, я могу сказать, что обычно мало кто в этом понимает, но тем не менее мобильным телефоном пользуются все. То есть все знают, что надо набрать там 20-19 цифр и связаться с любой точкой мира, не понимая о том, что идет модуляция, демодуляция, пьезоэффект, уникальная электромагнитная волна, работают интегральные микросхемы. Друзья, всем на это, честно говоря, глубоко наплевать. Но тем не менее, все пользуются мобильными телефонами, при этом, а уж как устроена, допустим, пакетная передача данных с протоколом, что такое интернет, и соответственно, как это взаимодействует, и как возникает облачное программирование, и что такое сегодня вообще информационное пространство, это вообще мало кто понимает. Но тем не менее, друзья, мы этим пользуемся, как пользователи, как дилетанты, которым в руки дали устройство, они работают. Так вот, мы же с вами, друзья, не размышляем о том, такого уровня микросхемы, и как они сегодня устроены, и каким образом кезоэффект дает возможность получения уникальной электромагнитной волны. Это, друзья, физический процесс. Так почему-то сегодня все считают, что в области струнного транспорта каждый может быть экспертом и давать заключение, которое сегодня происходит. Это, друзья, выглядит настолько смешно и настолько глупо, но, к сожалению, эти люди, которые это делают, понять не могут. Так вот, когда мы общались с профессорами, техническими профессорами университета, мы видели неподдельный интерес, и они сразу говорили, очень многих технических возможностей и вариантов мы сейчас не можем понять, потому что вы их не можете показать, потому что это ноу-хау. Но с точки зрения концепта, с точки зрения технологического применения и получения эффекта высокопрочной стальной конструкции, которая неразрезная балка, которая работает по вантовому принципу и создает очень легкую и прочную конструкцию, это, конечно, решение вызывает уважение. И они все, как инженеры перед Юницким преклоняются именно с инженерной точки зрения. И очень приятно было видеть очень уважаемых умных людей, которые действительно с уважением относятся к инженеру Юницкому. Это, друзья, самое главное. Ну и второе, что мы, конечно, прям сходу мы без этого уже просто не можем, друзья, это, естественно, рождение адресных проектов, предложение уже технических заданий для конструкторского бюро под конкретные проекты. Это, друзья, уже конкретная серьезная работа, которая вот рождается на... Ну и второй момент тоже для нас очень важный был, это то, что декан сразу сказал, что уровень подписания такого договора очень высокий. Мы сначала думали, что просто как это рабочий документ, который позволяет и доносить соответственно до студентов технологию, а нам пользоваться инженерными и именно технологическими возможностями университета для продвижения проекта. Вот сразу стал вопрос о том, что это надо вынести на согласование ректорам и ректоратам, то есть у них коллегиальное принятие решений. Вот. И мы в первый день не подписали соглашение, хотя думали, что это вот несколько это было с одной стороны не совсем по планам, потому что вроде договорились подписать, но с другой стороны это вышло на более высокий уровень. Но наши партнеры, наша команда, которая работает в Словакии, в Чехии, они очень быстро согласовали этот вопрос и особенно сыграло то, что мы буквально после встречи в университете, потом приехали, провели дневной вебинар, потом поехали на встречу с министром транспорта, и буквально через день ректорат уже согласовал и текст соглашения, и направление сотрудничества, и мы подписали соглашение, вы все это в курсе, мы еще осветим, это покажем, вот, и соответственно Виктор Бабурин, как представитель и заместитель Анатолида Аши Юницкого, вот, мы присутствовали как члены команды, вот, соответственно, подписали это соглашение, и договорились уже в сентябре провести еще один научно-технический уже такой консорциум с привлечением, создать такой консорциум с привлечением уже технических университетов Вены, Праги, Будапешта, именно для того, чтобы рассмотреть вопрос о концепции европейской транспортной коммуникации, транснет, естественно, что это очень интересная глобальная задача, но почему она сегодня может реально обсуждаться, потому что министр транспорта Словакии, сегодня Словакия возглавила Евросоюз, то есть у них идет ротация, и как раз мы участвовали при том, как проходила эта передача, то есть весь город был забит полицией, военными, вертолеты в воздухе летали, безопасность была на самом таком уровне, все отцеплено, и как раз проходило, это было все руководство Евросоюза, приехало в Братиславу, именно процедура передачи управления, и соответственно министр транспорта, министр экономики, министр финансов, это вот кто, с кем у нас будут встречи уже в следующий приезд, они все уже входят именно в управляющие органы Евросоюза, и так как сегодня министр транспорта высказал самую такую большую заинтересованность, потому что все видят проблему, все понимают, нарастают, что сегодня Братислава, хоть и небольшой город, 350 тысяч человек, а уже начинает задыхаться от пробок, а не говоря уже, если контакты с Веной, с Австрией, там 60 километров ехать раньше было 30 минут, а сегодня можно ехать и все 2 часа, и в пик там вообще начинают очень серьезные уже пробки, то есть это и все понимают, что эта проблема только нарастает, что она не имеет стандартного решения традиционного, и только инновации могут решить этот вопрос, естественно, что рассматривают нас как представителей компании и команды инженерной школы, которая может предложить такие инновации, и особенно это уважение вызывает то, когда мы показываем результаты строительства, ну и когда мы обсуждали аэродинамику, результаты, которые мы получили в аэродинамике, это как раз буквально результаты последних недель, которые показал Анатолий Дорчевницкий, вот это, конечно, все с научной точки зрения и с технической точки зрения вызывает очень большой интерес, и когда мы приглашаем и говорим, что следующие переговоры и разговоры мы предлагаем уже вести в Экотехнопарке, в Конструкторском бюро, с демонстрацией, с визуальной, уже непосредственно изучением того, что мы предлагаем, с возможностями, которые есть, это, конечно, уже подтверждение, и здесь с профессиональной точки зрения, когда люди подходят, что необходим результат и необходимо именно уже дальнейшее продвижение проекта как технологического решения, естественно, сразу и соглашаются, и активно включаются. Вот, поэтому результаты идут очень серьезно, поэтому, друзья, это просто вот мы еще под впечатлениями, на прошлой мы еще были вот в этой безумной гонке, когда у нас был один день, одна конференция и еще очень много встреч с крупным бизнесом, с теми, кто продвигает проект, потому что в каждом городе, в котором мы проводили конференции, это и Казань, это и Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, потом Братислава, Вена, Прага, это все, друзья, совмещалось с большим количеством контактов очень серьезных людей, очень серьезные контакты сейчас именно с точки зрения проектов, ну, часть мы расскажем на следующем вебинаре, чтобы не повторяться, так как все-таки много уже тех, кто давно в проекте, приходят на вторую часть вебинара, и самое главное, друзья, что это вот для новичков, для вопросов, ни у кого не возникает вопросов, что нас зовут в пустой проект, что есть какие-то сомнения, что технически, может быть, что-то не реализовано, потому что, естественно, строительство, естественно, испытания, естественно, демонстрация отвечает на все технические вопросы, организация работы, создание адресных проектов, это отвечает на вопрос, компания имеет ли перспективы или нет, очень много, естественно, друзья, у нас это даже с нашими словакскими партнерами, словакскими, венгерскими партнерами, даже возник вопрос, с точки зрения юмора, потому что очень много задают вопрос, а что такое эко-технопарк, естественно, там в двух-трех словах надо ответить, что это такое, и дальше вопрос, это с точки зрения, а когда же по этим акциям будут платиться дивиденды, это, конечно, друзья, очень интересно, с юмором уже вызывающий вопросы и ответы. И здесь, друзья, очень четко надо понимать и сейчас, почему мы когда призываем и говорим, что особенно когда звучит закрытие входа в корневую технологию, когда будет прекращено венчурное финансирование, здесь вы, друзья, просто те, кто только вошел, да и те, кто уже в проекте, должны понимать, что, друзья, сегодня самый интересный, почему мы говорим сегодня самый такой доходный период с точки зрения именно вхождения в проект, то, что сегодня компания за привлечение средств выдает огромную венчурную премию в виде дискаунтов на акции, на обязательства. То есть это еще обязательства, которые не торгуют, потому что напрямую их акциями сейчас нельзя называть. Это больше шеры, это больше обязательства, доля в уставном капитале компании, которая обеспечивает интеллектуальную собственность. Так вот, на сегодняшний момент те, кто два года назад, год назад ходил, они получали премии в виде дискаунтов. И наша задача сейчас, вот то, что мы делаем, и вся наша команда направлена, и дальше это будет основной работой, это постоянно увеличивать интерес к этому проекту, постоянно создавать новые адресные проекты, и постоянно создавать бизнесы, которые будут увеличивать капитализацию. Так вот, друзья, завершение входа в корневую технологию, это не значит, что компания больше не будет привлекать средства. То есть сегодня весь мир, все компании работают только на привлечении средств. Это средства могут быть от инвесторов, которые вкладываются в адресные, от фондов, которые размещают деньги для того, чтобы получать прибыль, и естественно от инвесторов, мелких инвесторов, которые хотят купить акции для получения дохода. Так вот, дивиденды, которые будут от бизнеса, вот которые сейчас задают, это, друзья, то, что платит уже работающая компания, и мы к этому придем, когда начнем создавать адресные проекты и генерить прибыль. Но основной интерес, вот это надо четко, друзья, понимать, что вот те, кто сегодня входит, их основной интерес и их основной риски сегодня это потерять деньги, потому что стопроцентный венчурный проект, стопроцентный, это значит, может быть, стопроцентов не возврата, это очень много рисков, которые от нас не зависят. Сегодня мы снимаем, друзья, и демонстрации в экотехнопарке, мы снизим практически до нуля технические риски, о том, что технология существует, не существует, сегодня многие задают этот вопрос и не верят, что она есть. Мы эти риски снимем, мы покажем возможности технологий, тем самым создадим интерес у бизнеса и у заказчиков. Но, друзья, мы не снимем конкурентные риски, мы не снизим политические риски, мы не снизим еще ряд рисков, которые от нас не зависят. Поэтому даже после октября проект останется стопроцентным венчурным. Просто будут риски перераспределяться. Но по мере того, как сегодня сформирована команда, которая сняла технологические риски, точно так же формируется команда, которая снимет все остальные риски, в том числе и юридические, политические. Это все, друзья, работа и развитие проекта. Так вот, сегодня, и мы уже это вам показываем, что наибольший интерес дискаунтов заключается в том, что это премия за риск. Если раньше она была, на моей памяти, еще и 2500, потом 2500, сегодня этот дискаунт уже 350, это говорит о том, что сегодня за привлечение денег компания готова платить меньше, соответственно, вознаграждения. И постепенно падение придет к тому, что компания будет именно продавать свои обязательства один к одному. А дальше рынок уже определит спрос и дальше, когда начнется свободный оборот уже этих обязательств. Это, скорее всего, следующий год. Вот, соответственно, трудно сейчас сказать, когда это произойдет параллельно с тем, как будут формироваться заказы и за счет предоплаты по заказам начнет развиваться Экотехнопарк. Соответственно, привлечение после этого средств станет выходить совсем в другую логику. Так вот, друзья, все, кто входит сегодня и имеют дискаунты, они получат серьезный именно заработок, измеряющийся очень большими цифрами в годовом исчислении, именно плата за риск. А вот дальше пойдет уже традиционное дорожание акций, так как спрос на них будет постоянно увеличиваться и пойдет выплата дивидендов. Поэтому эти две вещи, друзья, надо очень серьезно разделять. И сегодня мы говорим, что мы с вами создаем систему и что мы сегодня и обещаем, и гарантируем, и сегодня делаем каждый день. Это то, что технология реализуется и она становится реальной. Раз. И второе, на нее постоянно увеличивается спрос. И мы это видим в каждых контактах, в контактах с крупным бизнесом. И самое главное, друзья, этот маховик будет только и только раскручиваться. И соответственно, тут мне задают вопрос, так, а что мне, или расскажите мне график, как будут дорожать мои обязательства или тот пакет, который у меня есть. Я говорю, друзья, мы этого даже не можем предположить, это не от нас будет зависеть. Но что мы точно можем вам сказать, что у вас постоянно будут предлагать купить тот пакет, который у вас на руках. И постоянно купить его дороже. И в какой момент вы примете это решение продать часть пакета или полностью, или оставить его по мере того, как он будет капитализироваться, это, друзья, уже решение будет ваше как инвестора. Естественно, что мы вам будем консультировать, мы вам будем рассказывать, Мы будем рассказывать о проектах, почему растет интерес к технологии. Мы будем рассказывать о капитализации этих проектов, почему будут формироваться дивиденды. А дальше вы сами уже будете принимать решения. Естественно, что наша рекомендация будет не продавать эти обязательства хотя бы в ближайшие несколько лет, потому что капитализация будет очень большая. И то, что вы сегодня продадите, да, заработав какие-то деньги за этот год, но вы потеряете в будущем очень серьезную капитализацию. И очень есть классический пример, когда один из друзей Джобса продал 10% в Эйполе, в компании, за 800 долларов. А сегодня этот пакет стоит 80 миллиардов. То есть за 30 лет он потерял 79 миллиардов и там еще с какими-то ипеками. Но это же, друзья, не значит, что все, кто жили тогда в Америке, имели возможность, вложив 800 долларов, сегодня иметь 80 миллиардов. Нет, это был очень ограниченный круг близких людей к Джобсу. Точно так же, как сегодня, имеют возможность получать венчурные премии только те, кто сегодня входит в этот проект. Не завтра, друзья, завтра будет совсем другой, а послезавтра будет третий. И тот, кто входил год назад, два года назад, они имеют свое за это вознаграждение венчурную премию, потому что риск тогда был, друзья, совсем другой. И мы над этим работаем и будем дальше работать. И эта работа сегодня для нашей команды становится основной. И как раз это преследует сейчас уже две цели, как минимум. Первое – это формирование адресных проектов и формирование сети компаний как бизнеса, применения технологий. И второе – это увеличение интереса и капитализации тех обязательств, которые у нас с вами есть уже как инвесторов. И сегодня то, что количество инвесторов больше 100 тысяч человек, это уже, представляете, радикальное отличие. Потому что, когда компания Джобса начиналась, там было 10 учредителей, у нас сотни тысяч. И мы как раз заинтересованы в том, чтобы количество людей, которые сегодня получают премии, было как можно больше. Соответственно, как можно больше обязательств сегодня было перераспределено между большим количеством людей. Потому что в будущем мы, друзья, вам уже как инвесторам будем предлагать следующие инвестиционные возможности, чтобы то, что вы заработали с проектом Skyway, вы могли реинвестировать и дальше развивать и проект, и, соответственно, увеличивать свои пакеты. Это, друзья, дальше наша следующая работа, которая сегодня активнейшим образом развивается. И, опять же, основа всей этой работы, друзья, это экотехнопарк. Это демонстрация технологий и это конструкторское бюро, которое сегодня работает. Ну, не могу сказать, что в круглосуточном режиме и 7 дней в неделю, потому что все-таки это конструктора, это люди, от работы которых зависит вообще все плечевое развитие. Поэтому им надо и отдыхать, им надо и, соответственно, восстанавливать силы, и еще иметь иногда и отпуска. Но сейчас время, которое наступило и идет, оно, конечно, очень дорогого стоит. И мы вот этот весь цикл вот этих вот и конференций, и сегодня онлайн встреч с крупными инвесторами ведем только для того, чтобы не снизить поток финансирования. Мы сегодня говорим, друзья, что самое время сегодня приглашать новичков, потому что очевидность этой технологии произойдет в минимальные сроки, то есть через полгода это будет совсем другое время, и те, кого вы приведете сегодня, скажут вам большое-большое спасибо. То есть задача сейчас, друзья, это больше и больше информировать людей и готовить к тому, чтобы просто ждите появления технологии. Если вы сейчас не верите или сомневаетесь, друзья, просто запомните, какая у вас возможность была сегодня, то есть риски, время и ваши инвестиции, какие будут через три месяца. И тогда вы просто поймете, что вы упустили. И самое главное, друзья, это сейчас приглашать и приглашать и приглашать новых людей, для того, чтобы демонстрация показала как можно большему количеству союзников уже свои возможности. Ну и, соответственно, традиционное то, что сегодня обычно мы заканчиваем для новичков, и вообще при встрече, друзья, интернет изменил нашу жизнь радикально, то есть последние 20 лет никто не будет отрицать, что технологическая именно революция в информации сегодня изменила до неузнаваемости мир. Так вот, надо привыкнуть сейчас к мысли и четко понимать, что мы создаем и мы уже делаем то, что за ближайшие 15 лет изменит мир еще более радикально. И когда я начинаю объяснять и показывать, в чем будут заключаться эти изменения, сегодня многие просто шокированы. И даже очень многие наши и активисты, и кто давно в проекте, они не представляют до конца ту систему техническую, которую мы сегодня создаем. Но это, друзья, мы будем постепенно и постепенно раскрывать на наших традиционных технико-экономических вебинарах. Для новичков мы еще с Алексеем сказали, что до конца июля будем в такой формате, а потом мы это переведем уже в профессионально подготовленную запись для новичков. Это будет не вебинар, а именно студийная готовая запись в очень хорошем качестве, с техническими эффектами, мы это готовим сейчас. И когда можно будет просто любому новичку дать это просмотреть, прослушать, а дальше уже приглашать на расширенные технико-экономические вебинары, где мы будем отвечать на вопросы и постоянно обсуждать и анализировать те новости, которые идут. Чем мы сейчас, собственно, и займемся во втором часе нашей работы. Все, друзья, на этом делаем, как всегда, традиционную паузу 3-5 минут на кофе и продолжаем следующую работу уже в...